Политик и военный обозреватель Алексей Арестович. Алексей, здравствуйте. Добрый день. С днём рождения вас сразу. Хочу поздравить. Здравствуйте, Алексей. Спасибо. Невозможно представить день рождения лучшего радио без Алексея Арестовича. Спасибо большое, что нашли время и присоединились к нашему эфиру. Вам спасибо, ребята. Алексей, как вы думаете, у меня такой первый философский вопрос. Вот как вы думаете, может быть, это такой миф есть о том, что вот добро, оно всегда побеждает. Может быть, это такой вредный миф, из-за которого мы, скажем так, недостаточно делаем, позволяем себе расслабляться. Потому что мы же понимаем, что добро всё равно же победит. Это же всегда происходит. И вот мы видим, Навального убили, Авдеевку сдали, Запад, в общем, по-прежнему такой расслабленный. Вот как вы думаете? Ну, давайте так, значит, добро побеждает всегда. Раз. Второе, добро побеждает иногда в таких формах, которые нам лично могут не понравиться. Это Стругацкий ещё говорили. Сверхразум — это сверхдобро. А этого я никому не желаю, не проверять на себе. Третье, а кто сказал, что Запад — это добро сегодня? И кто сказал, что Украина — это уж такое добро? Судя по тому, по реакциям на комментарии Навального, я вчера понял, что наступил новый этап в разложении мозгов, украинских и душ. Потому что то, что продемонстрировала значительная часть моих соотечественников, это чистый сатанизм. Украина сделала очень провальный выбор. Она решила победить зло злом. И в ответ на российскую хтонь мы запустили очень много наших хтоней. Нет, у нас остаётся всё ещё много добра. Но оно тонет злее, которое нас заливает. Вот. Поэтому я давно уже не считаю свою любимую родину, страну таким уж добром. Судя по тому, что творится у нас, мы от россиян отличаемся только языком теперь. А может быть, в каких-то местах, честно говоря, нужно было бы и по-другому подумать. Поэтому я не считаю ни Запад, ни Украину таким уж добром. Это не означает, что я считаю путинскую Россию добром. Путинская Россия — это вообще абсолютное зло. Но то, что мы давно уже перестали добром, или, скажем так, сильно проблематизировали и поставили огромными заглавными буквами вопроса, такое же ли добро мы, это однозначно. Поэтому это очень похоже на войну одному зла с другим, а не на войну добра со злом, к сожалению. А где же тогда добро? Да, вот я тоже хотел спросить. Где проходит этот водораздел? Добро здесь и здесь. Эта война давно уже не по государству. Государства никогда не были добром. Это вопрос по выбору, который совершает каждый человек в конкретной ситуации. И в России есть люди добра. И в Украине есть люди добра, и на Западе есть люди добра. А вот действуют ли в Украине, России и на Западе системы добра, ох, я абсолютно не уверен. Тогда мир обречен. Ну, то есть добро, получается, оно менее способно к созданию какой-то продуктивной силы, какой-то системы противодействия злу. Да, понимаете, это сплошное лицемерие. Запад объявил из зла, и торгуют с ней по-прежнему. Берем Польшу, да, сегодня прошла информация от нашего центра противодействия дезинформации, что Польша, которая отчаянно считает, что мы ее сестра, наш союзник, а главное зло исходит от РФ, пропустила 12 миллионов тонн российского зерна за год, а украинского только 4. И блокирует. Российская не блокирует, а наша блокирует. Ну, вот вам, пожалуйста, вот вам Польша, сестра, друг, как бы, следующая, как они говорят, которая ускоренно боится со столкновением с Россией. Запад в кинжале 77 американских деталей. В ракете кинжал. Поэтому, ну, как вам сказать, в российском вооружении только 14% деталей, произведенных в России. Серый флот как ездил, так и ездит. Санкции как обходились, так и обходятся. Западные фирмы как торгуют, так и торговали с Россией. Судно из Новороссийска ходило в Норфолк, в Америку. Что-то везло, 50 тысяч тонн чего-то. Военное судно из одной военной базы в другую. В момент страшной войны России и Запада. Поэтому этот мир далек от добра. К сожалению, недвижимо добром. И добро могут противопоставить отдельные люди происходящего мракобесия. Но то, что мы валимся в... Мера беззакония превысила все терпение Господне. И мы валимся в Третью мировую, в результате которой должны быть наказаны все системы зла. Или большее. А кем тогда? И наиболее мешающие. Ну, вот этими силами друг друга наказывают. Сожрите друг друга, есть такой хороший принцип. Это да, это я уверен на 101%. Алексей, а как вы видите сценарий сваливания в эту Третью мировую войну? Так она уже идет. Это серия конфликтов. Это же... Она не обязательно должна быть типа сценарию. Там большие коалиции, большие государства друг к другу напрямую воют. Хотя это возможно. Это серия конфликтов. Наш, ваш, Тайвань, страны Балтии, которые где-нибудь попадут под раздачу в ближайшее время. Сама Польша, Западная Балкан. Мало ли есть зон конфликтов. Сейчас есть четыре ярких. Хуситы 14% мирового судоходства. Мировой морской торговли блокируют. Вы воюете, мы воюем. Ну, и где-то там... Страны Балтии изо всех сил копают систему бункеров на восточной границе. Это если не будут традиционные конфликты, там, Ирак и так далее. Партизанские эти все. Алексей, как вы думаете, как скажется на военных действиях, на военной стратегии Украины смена главнокомандующего? Неизвестно, как скажется. Мы наблюдаем пока, потому что я со Сырским служил, я знаю его лично, я знаю, что разговоры о том, что он мясник, это все, честно говоря, не очень добросовестная пропаганда. Он просто полководец старой советской школы, назовем это так. Насколько она адекватна окажется в конкретных украинских условиях, посмотрим. С одной стороны, у него блестящие киевские и харьковские операции. С другой стороны, у него шесть потерянных городов на востоке. Вчера потеряли шестой. Но, опять же, многие считали, что сомнительным решение загнать перед самой сдачей Авдеевки туда лучшее штурмовое подразделение, одни из лучших. Другие говорят, что это решение было спасительным, позволило вывести войска. Мы не разделились. Для того, чтобы сделать серьезный вывод, каким он будет главнокомандующим, надо пронаблюдать достаточное количество времени. Я осторожно скептичен. Насколько мы поняли здесь, за рубежом, вы были категорически против решения президента Зеленского убрать заложного с поста главнокомандующего? Нет, я не был против категорически. Я просто знал, первое, что оно неизбежно, это решение. Второе, что не может существовать ситуация, когда главнокомандующий и верховный главнокомандующий противоречат друг другу в целях войны, в стратегии ее введения, в порядке применения сил и средств. Они находятся даже формально в противоречии, это если на инсайды не опираться, а просто смотреть за тем, что в публику вышло. С 1 ноября, с момента статьи заложного экономиста, они находятся в формальном противоречии относительно целей и стратегии войны. Но целей, может быть, нет, но стратегии так точно. И когда, по сути, итальянская забастовка имеет место быть, заложный не желал выполнять распоряжение Зеленского. Некоторые, но это не могло продолжаться, им надо было менять на того человека, который будет менять. А заложный стал крупным, я не склонен заламывать руки по поводу заложного, как у нас очень многие делают в Украине, потому что заложный начинает блестящую политическую карьеру. По всем опросам он на 15% его рейтинг превышает, вернее, в половину превышает рейтинг президента действующего. И во всех комбинациях первый и второй тур он пока выигрывает у Зеленского с разгромным счетом, едва ли не в первом туре. Поэтому он будущий лидер нации, это совершенно очевидно. Осталось только его решение обойти в политику, но, думаю, никуда не денется, его продавят. В хорошем или плохом смысле. Поэтому, что там уже, как бы, закончил одну-одну карьеру блестящую, начинаю другую карьеру, надеюсь, будет не менее блестящей. Алексей, но сам по себе рейтинг это еще не свидетельство того, что это начало карьеры. Он действительно может и не захотеть. Каждый не хочет быть политиком. Да, это правда. Это работа, которой врагу не пожелаешь. Я думаю, что его продавят. Продавят его собственное чувство долга, собственное чувство ответственности перед страной. Ну и различные силы, для которых, понимаете, сделать политика, перейдем на политтехнологический язык, это несколько десятков миллионов долларов и несколько, если не десяток лет. Это штучный товар. Ни одна профессия в мире не предъявляет таких высоких требований и не является таким редким сочетанием таланта, чтобы получился успешный политик, да еще лидер нации. Так, космонавтов и астронавтов готовят менее тщательно, чем политиков. И самое главное, нет никаких гарантий. Так вот он готовый уже политик, состоявшийся. Просто лидер нации в глазах нации. Если он примет решение, вы бы хотели с ним поработать в одной команде? Я буду ждать от него предложения. Напоминаю, что мы дружим 29 лет, поэтому уж поговорить-то мы сможем всегда свободно, без всяких проблем. Что ожидает фронт, что ожидает район боевых действий после ухода из Авдеевки? Это зависит от того, какие у нас укрепления Авдеевка и вот эти самые новые позиции, на которые мы сдвинулись. Но разные слухи с мест доносятся. Одни говорят, что какие-то позиции есть, другие говорят, что каких-то нет. Посмотрим. А вообще Авдеевка имела какое-то оперативное значение? Или это просто символическое? Нет, Авдеевка была самым крупным укрепленным пунктом на всем 1300 километров внутреннего фронта, причем наиболее укрепленным с 2014 года. Это крупный узел оборонный, реально серьезный, очень хорошая опорная точка, причем ключевая, подходящая непосредственно к Донецку, столицам молодой республики. И поэтому, да, взятие ее, это большое российское достижение, было бы глупо это отрицать. И большая потеря для нас. Алексей, насколько я понимаю, вот ваша позиция по вопросу окончания войны, она близка, гораздо ближе к кремлевской позиции, чем к позиции Зеленского, официального Киева, ну и, наверное, большинства народа Украины. То есть вы говорите о том, что нужно останавливаться на нынешних линиях, ну а потом уже смотреть. О том же самом, в принципе, и говорит, говорит и Кремль. А вот Киев, ну и остальные, но очень значительная часть украинского общества категорически против этого. Это значительная часть украинского общества обычно имеет адресом прописки Монреаль, в лучшем случае Варшаву, да. У меня есть хрестоматийные скрины из переписок, кричащих про границы 1991 года. Те, кто сидит в Киеве и прячется сейчас от ТЦК, а Киев и все остальные города как будто подвымерли немножко. Мужчин все реже можно увидеть на улицах, все реже можно увидеть в спортивных залах, в ресторанах, вообще где бы то ни было. Они просто тупо прячутся. Не ездят на машине стало, намного легче ездить на машине. Женщины у нас заполонили, улицы, столицы и всех остальных. Они вряд ли хотят на границе 1991 года. Еще меньше, может они и хотят, но не понимают, что тут что-то здесь не так. Еще меньше хотят командиры подразделений украинской армии, в которых от 30 до 70% отказников, самовольное оставление части, ССЧ так называемый, горький термин нам хорошо известен. И они когда удерживают позицию километровую 10-20 солдатами против российских 400 на участке, то им тоже как-то очень не верится в границе 1991 года. Нет, всем нам хочется, это наша конституционная обязанность. Конечно, мы никогда не приходим в эту полемику, но надо же быть реалистами. Дурная ирония ситуации заключается в том, что только два человека говорят сейчас о новой системе коллективной безопасности в Европе, которая могла бы предотвратить десятилетия войн. Это я и Путин. Так получилось. По разным причинам. Путину выгоден, что тот сценарий, что тот. Он в любом случае достигает своих целей, скорее всего, в военном сценарии и в сценарии мирном. У него инструменты и объем влияния, позволяя и сумма противоречий, против которых он выступает, западным и позволяет сыграть через мирный сценарий, достичь своих основных целей и через военный. А вот нам, ну, нам грозит парагвайский вариант, который меня абсолютно не устраивает. Потому что задача каждого политика – это сохранение своего народа прежде всего. А если мы будем ценой парагвайского варианта, то есть с необходимостью вводить многоженство на несколько десятков лет на той территории, которая останется от Украины, то меня это не устраивает, да, и я как могу против этого выступаю. Но Путин же не остановится, это все, и вы понимаете, это все понимают. То есть договариваться с ним – это означает просто отсрочить его дальнейшее движение. И ему своих людей вообще не жаль. Нет, это аксумарон. В России нарастает сумма противоречий, именно поэтому его устраивает мирный сценарий. Его задача – нейтральная Украина. Я абсолютно не считаю, что Путин не остановится, что он будет идти до Львова. Там есть такая башня военная, грубо-российская, да, это такие товарищи, которые там почувствовали вкус победы, вкус войны и хотят идти до Львова. Но спецслужбы, значительная часть олигархов, значительная часть путинского окружения и международников, и сам Путин, они, мягко говоря, вовсе не считают, что Львов является целью. Для них важно, чтобы Украина была нейтральной. Более того, по моим данным, они готовы на очень серьезные уступки ради этого, вплоть до оставления Запорожской и Херсонской области. То есть фактически отведение на границе 23-го за нейтральный статус. Это вполне себе решение в данной ситуации, но я напоминаю, что это частное решение. Проблема в том, что нам нужно что-то делать с системой коллективной безопасности в Европе, которая не работает с 89-го года с войны в Еврославии, и которая перестала предотвращать крупные войны в Европе. И на самом деле садиться нужно всем за стол переговоров по-хорошему. Вот у нас есть формула мира президента, где на Мальте 60 стран приняли участие. Вот ее можно делать трамплином, приглашать туда Россию и Белоруссию с учетом реальных интересов, выстраивать реальные механизмы сдерживания. Не работает ни Хельсинский договор про ограничение, вернее, про неприкосновенность границ в Европе, ни договор про ограничение обычных вооружений в Европе, ни договор про ограничение ракет. Ни одна конструкция, созданная в течение 45-89-го годов, уже не работает. Войны не предотвращают, войны ведутся. Если мы хотим десятилетия войн в Европе, пожалуйста, я его не хочу. Или, это один вариант, второй сценарий, это первый сценарий, если уже не хотим мирных переговоров, не хотим системы коллективной безопасности, давайте нормально воевать. Но Украина и Запад ни туда, ни туда. Хотят на двух стульях. Военная промышленность до сих пор не запущена как следует, ни там, ни там, несмотря на приготовление. Формальная мобилизация не проводится, ни идеологическая, ни экономическая никакая. Публика хочет пить этот тыквенный латто на самом деле и делать вид, что никакой войны не будет, несмотря на два года крупной войны. Это проигрышный сценарий, из теории игр мы знаем, что любое компромиссное решение хуже любого крайнего. Я предлагаю два крайних решения. Или тогда коллективная система для предотвращения войны безопасности, или уже давайте готовиться и воевать по полной, по-настоящему, тогда если уже так. Но только вопрос, а готовы воевать по полной, по-настоящему? Алексей, в интервью Латыниной вы назвали себя русским, сказали, что всегда будете принадлежать к этой цивилизации, потому что вам нравятся правда, совесть, справедливость и свет. Но это вообще, по-моему, самоубийственное заявление для украинского политика, назвать себя русским. Пока мне плевать, честно говоря, на волны и на реакцию, которая за этим идет. И опять же, русский, это же не означает российский, я же это всегда подчеркивал. И я четко иду в тренде, который, у меня есть два политических проекта, называется пятый проект, Русь-Украина. Я русский в этом смысле, просто оно на русском языке звучит русский, с двумя ССК, а на украинском Русь с одним С и с мягким знаком. Я же у нее четко подчеркнул, просто такие вещи не любят вырезать те, кто обычно меня вырезает. Что там что? Русский, но не россиянин, но не российский, это очень разные вещи. Более того, я сказал, что эта война стала возможным, только потому что русских очень мало по обе стороны границ. Были бы русские, они бы не воевали друг с другом. Поэтому, в моем понимании, русские – это такая цивилизационная принадлежность. Вне границ, вне этносов, вне государств. И это принадлежность такой, скорее, метафизической такой штуки, нежели этот сам. Что касается реакции украинцев, ну, так я могу вам сказать. Вот я сейчас в нескольких западных университетах имел беседы. И не от меня прозвучало, что конфликт Украины и России, война – это война зла со злом. Они говорят, или сидят люди, которые специально изучают русский язык, чтобы читать этого вашего Достоевского и Булгакова. Когда они видят российские заявления со стороны Украины и квалифицируют их как российские, что русские – это свинособаки, что значит там генетический мусор и так далее, всех надо запретить, отменить. И прочее они говорят, мы думали, что это конфликт света с добром. Вернее, света со злом. Но мы видим, что это конфликт двух видов зла. Это, говорят, публика, которая цвет европейских и американских университетов. Академическое сообщество, которое воспитывает поколение политиков, которым до сих пор звонят, как своим кураторам политики, и совещают. Алексей, но это же, в принципе, логичная реакция людей, на которых напали. Они защищаются нападками. Вы в Израиле можете сказать, что арабы не люди, свинособаки? Можем. Многие говорят так, да. Многие говорят так, да. Но на официальном уровне, да, от этого страны. Да мы даже и на официальном море можем. Но так это тоже, кстати, порождает определенные последствия для Израиля, согласитесь. Да, к примеру, обращение к Арфгагу. Да, в том же самом академическом сообществе. Так вот, о чем я хочу сказать. Что мне нравится позиция Израиля 49-го года, когда израильское правительство издало документы очень четко. Это когда арабы декларировали Второй Холокост. Публично. Постоянно. Они сказали, что для нас арабы не враги. Арабы наши друзья, и мы готовы сегодня протягнуть руку арабскому народу. Для нас враги отдельные реваншистские арабские правительства. Вот с ними мы будем воевать. Вот это была разумная политика. Не создавать себе дополнительных врагов и не заниматься откровенно. Не помогло. Нет, ну, Алексей, тут понимаете... Это не помогло, конечно. Мы сейчас, естественно, воюем с Хамасом, а не с арабами. Да, это понятно. Но тут вопрос, насколько вот эти вот люди, которые кричат про русских свинособак, насколько они определяют вообще характер среды? Насколько они... Определяют. Они сумели сделать это общественной нормой. Это доминирующее дискриминационное меньшинство, которое зашугало в Украине всех. Сегодня в Украине человек, который доставщик, курьер, таксист, который говорит на русском языке, позволяет себе. Смотрится как человек близкий к Навальному, по мужеству и по подвигу. Потому что зашуганы все до полусмерти. И все это сделано на травме войны. И люди, которые без войны не получили бы ни одного шанса. За них не напоминаю, что за эти партии никогда не голосовало. В их политическом выражении за эту идеологию никогда не голосовали украинцы. Огромная многообразная мультикультура, многокультурная, поликультурная Украина стала заложником идеологии, придуманной в трех западных областях очень маргинальными группами для войны с Польшей, идеологического противостояния с Польшей. И нас все превратили в землянку по одну сплошную. Меня эта судьба Украины совершенно не расстраивает. Поэтому я делал и буду делать амбивалентные заявления для того, чтобы встряхивать сообщество. В Украине по-другому, чем через скандал, ничего уже не доходит. Вот и все. Алексей, тот факт, что вы не возвращаетесь на свою родину, это означает, что вы не доверяете украинской судебно-правовой системе? Ну, это сумма фактора. Во-первых, у меня есть конкретно чем заниматься тут. Я уже думал, что с Америкой, например, закончено. Но тут неожиданно пошли предложения такой глубины и такого интереса, что вот сейчас буду возвращаться в Штат на некоторое время. А вы можете раскрыть секрет, о чем идет речь? Ну, это встреча с очень знаковыми, важными, серьезными людьми, до которых, видимо, дошла моя риторика, которая копилась, копилась. И, наконец-то, количественные изменения перешли в качественное, потому что от этих людей я не ожидал предложения. Это предложение в политической сфере или в кореопросветительской? Нет, это предложение экспертное такое. Давайте поговорим о перспективе, скажем так. Например, я был удивлен, честно говоря, я не ожидал. Ну, вот позвали, еду обратно. Второе, в Европе остается очень много дел. Не только в Европе, в других странах. Я конкретно занят, это одно. Второе, я, конечно же, не доверяю существующей системе. Потому что, ну, понимаете, вот мы, как это, есть два Алексея, один умер уже, потому что он поехал в свою страну. А я, в мои планы, скоропостижная смерть в украинской тюрьме не входит. А вы прямо так? То есть, вам угрожает действительно опасность? Слушайте, у нас полнота военное положение и полнота власти у людей, для которых я нахожусь в прямой и резкой оппозиции. Ну, как вы думаете, какие перспективы? Кроме того, не без их участия постоянно создается фонд, который создается телеграм-каналами провластными и всеми остальными, где арестующий предстает, как ищать и ад. Это же они платят за это деньги, они заказывают эту музыку. И, понимаете, у меня есть разные планы в жизни. Например, Русь, Украина, например, пятый проект. Например, там новая цивилизация туда-сюда. А если вы сидите в украинской тюрьме, мои планы не входят. Но я думаю, что в российской тоже... Как-то не умещается. И в российской не входит. Как вы относитесь к тому, что вас заочно арестовали в России? Так меня без детства. Я же объединил Русь. Пока другие объединяют ее на словах, я объединил ее в реальности. В Беларуси есть статья, в России статья, в Украине две статья. В ДНР и то статья. Да вы популярны, Алексей, что я могу сказать. В определенных кругах. Виталь. У нас есть некое пропадание по связи. Алексей, слышите ли вы студию? Да, да, слышу прекрасно. Да, был небольшой сбой по связи. Алексей, да. И, наверное, у меня последний вопрос. Ну, чтобы как-то разбавить вот наш общий пессимизм. Скажите, в России может быть что-то подобное вот мятежу Пригожина? Ну, какой-то военный переворот. Вот такой вот экшен. В ближайший год, скажем. В России может быть все, что угодно. Российская история сильно освоит непредсказуемостью в прошлом, будущем и настоящем. Там может работать любой сценарий. Поэтому и Пригожин это доказал. Мы не знаем, мы будем смотреть. Но планирование невозможно осуществлять, надеясь на черных лебедей или на чудо. О нем можно просить, но невозможно планировать. Планировать нужно трезво, стоя на ногой. Главная задача власти сегодня – это приведение людей к реальности. А вот наша власть и западная очень далеко уводят от реальности своих людей. А российская такая, судя по интервью Путина, она некоторый аспект реальности подсвечивает, а некоторые снижает. Но почему идеи Путина стали материальной силой? И это выражается в том, что 40 тысяч добровольцев приходят каждый месяц в загутка диктитуре, и 40 тысяч добровольцев приходят воевать военкоматы, а в светлой демократии у нас людей хватает силы и тащат в автобус. Потому что он готов за эти идеи убивать и умирать. И в этот момент эта идея становится материальной силой. У нас же попытались обесценить интервью Путина. Это худший вид психологического бегства, скажу вам, как человек, немного занимающийся психологией, обесценивания реальности. И нелепая старая старикашка со смешными нарративами. У меня вопрос. А чего стоит ваш миропорядок, если нелепая старикашка со смешными нарративами может его сокрушить одним щелчком? Раз. Что это нам говорит о вас? И второе. Ну, понимаете, его нелепые нарративы мотивируют убивать и умирать. А ваши светлые нарративы, кстати, я хотел бы их услышать, почему-то никого не мотивируют. Вы прячетесь от военкоматов под кроватями и рассказываете про то, что мы воины света. Светлые нарративы и так далее. Мне не нравится этот выдающийся диссонанс с реальностью. Для меня это психопатия. Такой отсвечивает, что у Запада, что у нас. Те ось зла объявили, ничего не делают, торгуют с ней. Эти объявили, что они воины света против воинов зла. Вообще, Украина, это, конечно, наше коллективное бессознание. Это такое жуткое и страшное сочетание магического мышления, карго-мышления. Второе. Это такое мания величия в сочетании с комплексом неполноценности. Очень сложная среда. Но видите, как могу борюсь за умы соотечественников. Алексей. Не все сошли с ума. Спасибо огромное. Спасибо большое. Спасибо огромное. На связи со студией лучшего радио был политик и военно-политический обозреватель Алексей Арестович. Спасибо, что нашли время, присоединились к нашему эфиру, тем более в такой знаменательный для нашей радиостанции день. Мы вас благодарим. Спасибо большое.